В общественный совет при межмуниципальном управлении МВД России Одинцовская входят люди разных профессий. Один из наиболее узнаваемых членов совета, народный артист РСФСР, оперный певец, актер и педагог, в прошлом солист Большого театра Александр Ворошила. В зону его ответственности входит в том числе и Барвихинский отдел полиции. Он нередко бывает здесь с инспекциями. На этот раз Александра Степановича встречает начальник подразделения Игорь Хохлов. После осмотра служебного транспорта общественник проходит в дежурную часть, проверяет состояние КСЗЛ, комнаты содержания задержанных лиц и соблюдение оперативными дежурными учетно-регистрационной дисциплины. Каждый раз осматриваем и снаряжение, и появляются какие-то новые оборудования, приспособления, инструкции, что все совершенствует работу, сигнализация. Я считаю, что используя внутренние резервы, Барвихинское отделение растет. Всю необходимую помощь отделу оказывают и местные власти. Руководитель территориального управления Барвихинское Герман Потапчук также внимательно прислушивается к словам проверяющего. Вот комната хранения спецсредств. Вопреки расхожему мнению, резиновые палки в первую очередь применяются для контроля и удержания правонарушителя, а уже потом для отражения и нанесения ударов. Ее нельзя использовать в случае неповиновения. То есть человек встал, не хочет уйти. Нельзя использовать. Только в случае активного сопротивления. Вот нападение с топором, с ножом, с пистолетом. Я тогда могу им махать, как с шашкой. Также в ходе проверки Александр Ворошила оценил условия работы личного состава и пообщался с участковыми уполномоченными. В ходе проверки нарушений в работе Барвихинского отдела полиции выявлено не было. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.